Лаван Гуардио, Испания, в России стали меньше пить. Гонсава Арагонис. Лаван Гуардио, Испания. 5 декабря 2019 года. Изменить привычки общества, даже если это пойдет ему на пользу, задача не из простых. Однако в области потребления алкоголя правительству РФ это удается. Меры, направленные на снижение потребления водки, дают свои результаты, что подтверждает Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, отмечающая в своем докладе сокращение потребления алкогольных напитков на 43% в период с 2003 по 2016 год. В начале эпохи Путина автор этих строк испытывал немалое удивление, видя по утрам большое количество людей в метро, которые направлялись на работу или просто спешили куда-то по своим делам, держа при этом в руках бутылку с пивом, а то и с чем покрепче. Спустя почти два десятилетия, стиль жизни изменился полностью. Тогда можно было приобрести любой вид алкогольных напитков в киосках, где попутно продавалась художественная литература и свежие газеты. Сейчас табачные и алкогольные изделия можно купить только в магазинах, супермаркетах и через службу доставки. Табачные изделия даже запрещено выставлять. Что касается алкогольных напитков, то их продажа лицам моложе 18 лет строго запрещена, равно как и продажа после 23 часов. Данное правило распространяется и на пиво, производителем которого вначале удалось добиться, чтобы его не относили к алкогольным напиткам. Внешний облик московских лиц изменился настолько, что человек, не бывавший здесь с 90-х, вполне может принять за улицы какого-нибудь западного города. Ушли в прошлые киоски, уставленные водочными бутылками и пивными банками. Большинство людей начинают свой день с горячего чая, капучино или кофе Оле, кофе с молоком, примечания редакторов, точек по продаже которого становится все больше. Распитие водки на улице запрещено и карается штрафом. Подрастающее поколение прагматично смотрит на вещи и ценит здоровье. Молодежь понимает, что ей необходимо учиться и преуспевать в делах, но без здоровья ни о каком успехе в делах речи идти не может. Заявил 3 октября, когда в России отмечается День трезвости, депутат Геннадий Онищенко, бывший главный государственный санитарный врач Российской Федерации. Согласно данным Министерства здравоохранения, за последние 8 лет смертность от употребления алкоголя снизилась на 30%. Если в 2010 году по этой причине умирали 47 человек на 100 тысяч населения, то в 2018 году этот показатель сократился до 32%. ВОЗ считает, что употребление алкоголя снизилось благодаря мерам, предпринятым властями по продвижению здорового образа жизни, следствием чего стало значительное увеличение продолжительности жизни. ВОЗ с удовлетворением констатирует эти достижения, учитывая то, что Россия всегда считалась одной из самых пьющих стран мира. В течение долгого времени потребление алкоголя считалось одним из главных факторов смертности в России, особенно среди мужчин непенсионного возраста, говорится в докладе. В документе также отмечается, что в 2018 продолжительность жизни в России достигла исторического максимума, составив 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин. В 2003 году эти показатели равнялись, соответственно, 58 и 71 годам. Мероприятия по борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя начались в 2003 году. Именно президент РФ Владимир Путин начал вводить ограничения на продажу алкоголя в определенное время суток. Были повышены также акцизные сборы и штрафы за вождение в нетрезвом виде. Начались акции за здоровый образ жизни. Были повышены цены и наводку. Особенного размаха меры по борьбе с употреблением алкоголя достигли в годы президентства Дмитрия Медведева, 2008-12, в настоящее время занимающего пост премьер-министра. Однако борьба продолжается и по сей день. Этой осенью Министерство здравоохранения РФ приступило к разработке законопроекта под названием «Здоровый образ жизни», призванного предотвратить развитие неинфекционных заболеваний. Документ предполагает исключить факторы риска, среди которых табакокурение и злоупотреблением алкоголем. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.